Друзья, здравствуйте! Мы начинаем программу, в которой принимает участие председатель или президент клуба Common Sense Club Иосиф Розенберг. Ну и ваш покорный слуга Михаил Мелехов представляет центр SunGates. Ну и это все цикл программ. Первое, с моей точки зрения, образование. Второе, если уже переходить, о чем идет речь в образовании, это, как сам Иосиф говорит, это бюджет. И все то, что с ним связано, то есть, короче говоря, финансы. Иосиф, насколько я знаю, мы знакомы уже много лет, поэтому мы даже, можно сказать, и можно не говорить, но мы на ты, поэтому можно говорить, Иосиф, ты. Скажи, пожалуйста, есть специальная, так сказать, программа, которую ты разработал именно для вновь приезжих и не только вновь приезжих людей, которые, ну, много чего не знают, приехав в новую страну и столкнувшись с новыми какими-то условиями в экономических наших условиях в Соединенных Штатах. Вот в чем заключается эта программа? Ну, программа, прежде всего, заключается в том, что надо жить по правилам. Вот мы приехали в Америку, и мы из Советского Союза, из России, из Украины, там, из всех республик привезли известную поговорку, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Так вот, самая одна, я считаю, первая ошибка, с которой люди, скажем, осуществляют, вернее, на которые на эти грабли наступают, это то, что люди пытаются жить так же, как в бывшем Советском Союзе. Нет, надо жить по правилам. Мы приехали в страну. Более того, это может быть тот самый редкий случай для вас, дорогие слушатели, для моих соотечественников, когда эти правила написаны для вашей пользы. Мы приехали, кстати, из страны, где правила к нам относились по стоку поскольку. А здесь правила, это результат здравого смысла, результат опыта. Да, но меня интересует, почему так резко отличаются те правила, по которым мы жили в бывшем Советском Союзе, и правилами, которыми надо соблюдать, правила, которые надо соблюдать здесь, в Соединенных Штатах. Ой, Миша, это отдельная тема. Это не тема бюджета. Ну, просто мы, так сказать... Давай, 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 все-таки, я ценю время, ваши слушатели, дорогие мои, я ценю, Миша, ваше время, я ценю себя. То есть мы априори, да, у нас правила другие. Мы говорим о правилах. Окей, хорошо. Правила, на самом деле, очень простые. Если человек в Америке будет руководствоваться своим здравым смыслом, не то, что ему сказал сосед Вася, это мой главный оппонент, которому я всегда проигрываю, и я против него абсолютно беззащитен. Просто здравым смыслом и арифметикой на уровне, скажем, третьего, четвертого класса начальной школы, я могу сказать, что я гарантирую, что этот человек не обязательно будет миллионером, но он будет достаточно успешным. И вот сейчас в студии находятся, как говорится, два человека, которые не первый день в Америке. И вот как вы думаете, какое правило номер один, которое все знают, но почти никто не выполняет? Правильно, Миша, правильно. Вот я по глазам сразу читаю. И нажму и визави тоже. Shop around. Вы понимаете? То, что... Кстати говоря, сейчас я вам покажу пример, разницу между там и здесь. Самая большая проблема, что когда человек получает какое-то предложение, и оно ему однозначно нравится, и оно результат того, что он сталкивается с профессиональным salesperson, который предлагает ему лучший продукт, что у него есть. Оставим в стороне какие-то обманы, нечестности и так далее. Это исключение. По правилам человек получает лучший сервис, который находится в руках у salesperson. Миша, какая твоя реакция после того, как, скажем, я тебе приду и тебе настолько все расскажу, ты поймешь, что если ты за мной будешь следовать, ты можешь сказать, в раю будешь просто на земле. Ну, я хотел... Правильно, абсолютно правильно, Миша. Ты должен пойти к тому человеку, который представляет такой же сервис, как я, и попросить у него его предложение. И потом обратиться к третьему человеку. То есть я делаю ресерч. Делаешь шаперам. В отличие от бывшего Советского Союза, где все было в руках сосредоточено, будем так говорить, государство... Какой из них первый дешевле, второй какой продуктивнее. Понятие дешевле и дороже, это далеко не первый аргумент. Самый главный аргумент, которому мы должны следовать, насколько это решает конечную цель. Потому что если, скажем, мне надо приехать из Москвы в Питер, а мне билет дают, самый выгодный, но до Балагоя, мне это не нужно. От Балагоя что, я пешком пойду до Питера? Ну, мы предполагаем о том, что все знают, что такое Балагоя, да? Балагоя, Балагоя. Песню надо вспомнить, и сразу все вспомнят, что такое Балагоя. И посередине, да? Да. Ну так вот. И вот, кстати говоря, по поводу сравнения. Значит, когда мы делаем, ищем какой-то так называемый second opinion, мне нравится это слово, то по большому счету, ну скажем, в обывательском смысле, это можно сказать консилиум. Можно это так трактовать? Может быть, но было бы лучше, если вы прямо перешли бы конкретно. Ну, ну, это очень, вот это как раз очень конкретно. Это конкретно, да. Так, поехали. А вот теперь вспомни, когда у нас назначался на нашей родине консилиум? Консилиум назначался... Да, у врачей. Ну, когда был спорный вопрос. Нет, когда уже... Они думали, правую руку складывать на грудь сверху левую или наоборот? Или разрезать или... Да, да. А здесь ты second opinion получаешь, когда у тебя прыщик на носу. Вот он пример. Это правда. Не доводить до того состояния, когда уже там просто выбирают, в какой гроб положить, а в начале, в самом. Да. И вот это... Это то, что мы ведем программы, и все время об этом говорим. Это пример астрологического прогноза. И вот что такое прогноз, что такое предсказание, что такое диагноз, что такое мнение, opinion или уже диагноз. Вы сейчас говорите о... Я говорю о здравом смысле, который говорит... У меня к вам вопрос, почему мы должны прийти именно к тебе? А мы не должны ко мне прийти. А почему мы-то здесь сидим и... Я вам даю... И нам рассказывать. И во-первых, я даю информацию. Значит. И больше того, я даже себя анонсирую как источник second opinion. Так. Мне приятно работать с моими клиентами, но каждый мой митинг... И вот тут сидит у меня напротив клиент, который, да, со мной. И Володя может вспомнить, что когда я заканчиваю консультацию, я обычно говорю, а теперь вот то, что я рассказал, попробуй сходить к какому-то другому специалисту и послушать, что он тебе скажет. И когда ты дойдешь до пятого, ты предмет будешь знать лучше, чем они. Так, дорогие друзья. Я говорил это или нет? Я не знаю, как Володя, который сидит напротив, напротив меня тоже, кстати. Но я хочу сказать, дорогие друзья, не ищите, идите прямо к нему. Ну-ну-ну-ну. Я с ним знаком. Как благодарный клиент. Миша, Миша, Миша. Все, не ходите к нему. Моя любимая... Секундочку. Моя любимая поговорка, ну, одна из любимых, я очень люблю поговорки, она звучит так. Так, а синтаксис выше Цезары. Если мы говорим правило, то это правило работает для всех. И для друзей, и для приятелей, для кого хотите. Я вам скажу больше того. У меня были ситуации, когда я вот так же человека отправил к другому. И он ко мне пришел, он говорит, слушай, мне дали лучший дел. Я говорю, прекрасно. А как ему дали лучший дел? А потому что он ничего лучшего не сказал. Как он пришел, сказал, что вот мне Иосиф сказал, что надо сделать. Ага, Иосиф, мы тебе дадим лучше, чтобы ты к нему не ходил. А в результате клиент получил, мне ничего не надо. Это же нормально. Это хорошо. Да. Это хорошо. Мы знаем все, прекрасно проживая здесь достаточно давно. О том, что есть такое выражение. We beat самый best deal, который вы где-то получили. Мы гарантии 5%, 5% лучше вы получите, чем наши какие-то компетентеры. Но в чем мой был выигрыш? Что когда эти ребята получили тот дел там, кто получил рефераллс? Я. Я получил рефераллс, потому что они выполнили это, сделали по моей рекомендации. Так, все-таки идите к нему. Но мы сегодня чуть-чуть отвлеклись, мы уже должны заканчивать программу. Значит, мы говорим, что для того... В чем заключается ваш сервис? Конкретнее можно? Конкретно мой сервис заключается в том, чтобы сделать бюджет моих клиентов оптимальным. То есть, это не только страховка, это не только mortgage, это не только real estate, это не только студенческие фонды, это не только estate and funeral planning. Это все вместе. А кредитные карты? Ну, кредитные карты это как инструмент, конечно, безусловно. И очень важно, чтобы те планы, в которых мы участвуем, они не компят друг с другом. Вы, когда произнесли funeral planning, вы забыли одну стадию перед этим planning, скажем, nursing home. Я думаю, что надо это тоже как бы иметь в виду. Опять же, в какой nursing home надо идти? Надо сделать ресурс. По поводу nursing home, я могу сказать, что... Это тема другой передачи. Ну, 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 это не сделать другой передачи. Это тема очень хорошего, весомого аргумента. Потому что я могу сказать, что среди моих клиентов вот за уже многие годы, то есть, я спокойно ушел уже за тысячи. Так вот, самый главный, весомый аргумент, который заставил людей что-то пересмотреть в своей жизни, когда вот мы сидели и посчитали, вот их доход, вот их расходы, и вот что они наберут себе к пенсии. И когда выясняется, что к пенсии они придут с выплаченной машиной, и все. Вместо дома. И все. И все. Да. И не забудьте место. Да. Ну, подожди. Вот, то выясняется, да, надо что-то делать. И что получилось? Что практически во всех этих случаях мы брали эквити из дома, и на эти деньги жена уходила со своей работы. Шла на полгода, получала специальность. Люди становились программистами, тестировщиками, биллинг, ассистентами у врачей. Люди, женщины уходили на курсы медсестер. И через год, два, три вот этой процедуры, без ущерба для бюджета, поскольку то те деньги, что они не приносили, компенсировали за счет тех денег, что мы взяли. Они стали получать уже, скажем, не свои 5 долларов в час, а 25. Понятно. Дорогие друзья, всеми нами уважаемый и мной горячо любимый Михаил Михайлович Живанецкий говорил, что бы ни делали с человеком, он все время ползет, но и называет определенное место, куда он ползет. Я как раз таки не имею в виду то самое место, куда обычно все ползут, когда заканчивается определенный этап вот этого существования. Я имею в виду, как мне кажется, нам всем надо в определенном направлении теперь идти, и это только начало наших программ. Я имею в виду Common Sense Club и Иосифа Розенберга конкретно, поскольку вот это только начало, дальше будет такое, что... Значит, давайте мы не будем интриговать слушателей. Как? В конце каждой передачи, в конце каждой передачи у нас будет такой определенный тип, тип, подсказочка, чтобы к следующей передаче вы уже имели какие-то результаты. Поэтому вот сегодня у меня подсказочка вам такая. Попробуйте сесть с женой, с мужем, с подругой и определить простую вещь. В каком году я перестану зарабатывать деньги? Сколько мне будет в это время лет? И вот когда вы это... Это долго времени займет, это вопрос там, не знаю, 15 минут. Вот. И вот когда вы определитесь с этим сроком, значит, на следующей передаче я вам скажу, что надо будет сделать. К этому сроку? Да. Понятно. Хорошо. Большое спасибо, Иосиф Розенберг. Спасибо вам. Спасибо, Сангейтс. Это прекрасная возможность. И смею вас уверить, если вы будете слушать наши передачи, это не будет для вас потерянным временем. Да. Ну, за нашей спиной висит бэнер, где написано www.sungatesradio.com, где вы можете слушать все наши программы, читать наши архивы, читать даже блоги, где Иосиф будет нам писать, не только говорить, а еще и писать какие-то там заметки, памятки для всех нас. Ну, а телефон, по которому можно пообщаться с Иосифом со мной и с центром Сангейтс заодно, это 847-226-9956, а также можно задать вопрос через скайп, это Сангейтс 1-0-8, Сангейтс, солнечные ворота, на конце буквы С, 1-0-8. Ну, на этом наша программа подошла к концу. Дорогие друзья, еще раз спасибо вам большое за внимание. Иосиф, спасибо тебе большое. Пожалуйста, с удовольствием. И до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok